Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в Духновенной Псалтирии. И сегодня мы будем читать 107-й Псалом. 107-й Псалом, он небольшой, в нем 14 стихов. Его особенность, он состоит как бы из двух текстов. Это с 1-го по 7-й и с 8-го по 14-й. И что интересно, вот эта часть Псалма, с 1-го стиха по 7-й, она взята из 58-го Псалма. А с 8-го стиха и до конца эта часть взята из 61-го Псалма. Значит, Псалом имеет надписание «Песнь Псалом Давида». Такое же надписание оно и в славянском, и по саптуагенте, и по-еврейски. И начало Псалма, песня Псалом Давида «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей». И если мы посмотрим, как это звучит ближе к еврейскому, «Песнь Псалом от Давида, твердо сердце мое, Боже, я петь и играть буду, так же и честь моя». То есть здесь в еврейском тексте как бы подчеркивается, что это честь для нас петь Псалмы. То, что по саптуагенте звучит как «пою во славе моей». То есть это действительно честь молиться богодухновенными словами, когда мы произносим их как собственную молитву. Таким образом, мы молимся вместе с царем Давидом, но главное, что мы молимся действием Духа Святаго. Как апостол Павел пишет в послании к кремлинам, вы не знаете, как молиться. Сам Дух молится вас воздыханиями неизреченными. А любой текст Библии, он составлен, когда пророки и апостолы, они были движимы Духом Святым. Поэтому для нас это великая честь и слава иметь такой молитвенник, как Псалтырь, который находится посредине Библии. И отношение Христа к Псалтыре, мы помним, он молится по Псалтыре даже на Голгофском кресте, когда читает известный Псалом «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» «Готовое сердце мое». По-еврейски это будет переведено как «твердое сердце мое». То есть к молитве мы должны подходить с некой подготовкой, укреплять свое сердце. Что значит «твердое сердце мое»? Имеется в виду, что оно не отвлекается на какие-то помыслы во время молитвы. Никакие образы, там фантазии, всякие эротические галлюцинации, они не возникают в нашем сознании, когда мы молимся. «Готовое сердце мое, Боже, готовое сердце мое, воспою и пою во славе моей». То есть в честь нам, что мы имеем такой молитвенник, как Псалтырь. «Восстань, слава моя». По-еврейски это будет звучать немножко иначе. «Пробудись, лютня и лира, когда пробуждаю я на рассвете». «Восстань, слава моя, восстаньте, Псалтырь, и гусли восстану рано». Текст этот звучит очень интересно. Давид как бы пробуждает утро пением псалмов. Если цари пробуждаются от того, что солнце восходит, а они там нежатся в кроватях, а Давид, наоборот, он сам как бы ускоряет расцвет, начиная пение псалмов, рано, то есть в предрассветный период. Это то благоприятное время, о котором сказано в книге «Плач Иеремии», что в это время предрассветный момент, а Бог как бы творит все свои благословения заново. обновляет как бы все свои благословения. И Давид как бы пробуждает утро, а не утро пробуждает Давида, как мы могли бы предположить, что царь там лежит и расслабленный. Нет, Давид не был таким царем, его солнце не будило, он как бы предварял восход солнца пением псалмов. «Буду исповедоваться Тебе, Господи, среди народов, воспою Тебе среди племен». «Исповедоваться Тебе, Господи, среди народов», то есть я буду свидетельствовать о Тебе. И давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского. «Тебя благодарить буду я меж народов, Господи, и Тебе воспевать буду меж нации». Поэтому исповедоваться Тебе, все-таки правильнее понимать, благодарить Тебя. «Открыто среди народов, воспою Тебе среди племен». На самом деле здесь содержится пророчество о самой псалтыре. Ну, среди каких народов Давид пел свои псалмы? Ну, не среди каких. Он пел среди своего народа. Но сейчас-то псалтырь звучит среди многих народов, многих племен и многих национальностей. Поэтому Давид здесь как бы предсказал, буду исповедоваться Тебе, то есть буду благодарить Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебе среди племен. И действительно, псалтырь звучит среди разных народов, разных племен, разных национальностей. И Давид оказался прав. Он действительно благодарит Бога на разных языках, среди разных народов, в том смысле, что текст псалтыри стал таким уникальным, священным, сакральным текстом многих и многих. И это не только в формате христианства. Псалтырь почитается в исламе. Она называется «Забур Дауда», то есть псалтырь Давида. Она почитается среди иудеев, как Софер Тагелим, книга «Восхваление». И псалтырь почитается во всем христианском мире. Поэтому можно прямо сказать, что ни одна книга не имеет такого мощного почитания, как псалтырь Давида. И он совершенно прав, когда он говорит, буду исповедоваться Тебе, Господи, среди народов, воспою Тебе среди племен. «Ибо велика превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя». То есть, если милость Твоя превыше небес, до облаков истина Твоя, то совершенно очевидно, что все народы должны быть причастны к этой истине и к этой милости, потому что она превознесена над всем родом человеческим. Шестой стих. «Вознесись на небеса Божии, и по всей земле да будет слава Твоя». Здесь как бы указание на превознесенность Бога, но этот текст можно понимать, как и в мессианское пророчество. А вознесение Христа с еврейского шестой стих звучит «Возвысься над небесами Божией и над всей землей слава Твоя». Мне кажется, это более выразительно. «Над небесами», как вот здесь сказано, «превыше небес». Что это значит? Это значит, что небеса небес не могут вместить Господа, как молился царь Соломон, Шломо при освящении Иерусалимского храма. «Да избавятся возлюбленные Твои, то есть верующие в Тебя, спаси десницею Твоею и услышь меня». То есть сначала он уповает, что избавление от Бога придет ко всем любящим Его и ко всем тем, кого любит Господь, а потом говорит «услышь меня». То есть соборный момент присутствует в седьмом стихе и такой личностный. И восьмой стих. «Бог изрек во святилище своем по-славянски во святем превознесусь и разделю сихем и долину жилищ размерю». Ну, немножко иначе будет с еврейского. «Бог изрек своем святом я восторжествую, разделю шахем и низину суккот обмерю. Долину жилищ по септуагенте размерю». Но жилище это как раз суккот, потому что понятие жилища это еврейское слово, оно близкое к слову суккот, но не очень благозвучно звучит с точки зрения русского языка. То есть тексты, они здесь совпадают. Далее Господь говорит «Мой Галаат и мой Монасия, Ефрем защита головы моей». То есть все колена Божьего народа, они принадлежат Богу. И давайте посмотрим, как это звучит по-славянски. «Мой есть Галаат и мой есть Монасий и Ефрем заступление главы моей и Юда царь мой». Это по-славянски, но по септуагенте вот эта фраза «Июда царь мой» она по септуагенте является уже частью следующего стиха. в славянском это как бы окончание девятого стиха. И читаем десятый стих. «Июда царь мой, Мааф сосуд надежды моей». Мааф это не евреи, но это близкие к евреям народы. «На идумею положу обувь мою, а идумею еще дальше от еврейского народа, мне иноплеменники покорились». То есть Бог обладает не только своими коленами, но он обладает и Маавом, и идуметянами. «Кто введет меня в укрепленный город?» как бы вопрошает Господь имеется в виду перенос Ковчега Завета в святой город Иерусалим. «Или кто доведет меня до идумеи, не ты ли, не ты ли, Божий, отринувший нас, и не ты ли, Божий, который исходишь силами нашими?» Вот здесь как бы 11 стих и 12 они напрямую как бы не смешаны. И постфотоагент Юнгеров предлагает прочтение «Кто введет меня за главные буквы?» Это как бы Бог говорит в укрепленный город, и мы можем представить, что имеется в виду Ковчег Завета, в котором было присутствие Бога. Но с еврейского и по-славянски мы можем предположить, что речь идет «Кто введет меня в укрепленный город?» То есть это речь человека, который нуждается в том, чтобы оказаться под защитой стен Иерусалима. А так как в оригинале нету заглавных букв, то понять местоимение «меня» относится или к Богу или к человеку, в данном случае достаточно сложно. А вот двенадцатый стих тут более конкретно «Не ты ли Божий, отринувший нас, и не ты ли Божий, который не исходишь силами нашими, то есть с полками нашими?» То есть здесь уже прочтение будет такое. Если кто и введет нас в укрепленный город, так это Господь, который сейчас отринул нас, который сейчас не ходит с полками нашими на войну, но потом Господь может изменить свое отношение к нам, переменить гнев на милость. «Дай нам помощь в скорби, ибо тщетно спасение человеческое». Вот этот призыв, обращенный к Богу, «Дай нам помощь в скорби», он может означать следующее. «Мы уже терпим скорбь как наказание за наше преступление, и Господь, ты же не будешь нас вечно наказывать, ибо тщетно спасение человеческое, то есть своими силами мы не можем остановить эту скорбь». И вывод, это 14 стих, «при помощи Божьей явим силу, и Он уничижит врагов наших». То есть только с помощью Божьей мы сможем одолеть наших врагов, а наши враги это прежде всего не люди, а демоны и бесы, которые всячески восстают на нас. И давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского, 15-14 стих, «даруй нам помощь от теснителя и тщетно людское спасение». Теснитель это враг, дьявол прежде всего, который нас теснит, преследует. И 14 стих, «с Богом содеем ратное», то есть победу одержим, и Он попирать будет наших теснителей. Здесь в одном случае слово «теснитель» в единственном числе, а в окончании 14 стиха «во множественном числе», значит, возможно, имеется в виду сам дьявол и множество бесов, которые ему помогают, а нам на борьбу с теснителем и теснителями помощь может оказать только Господь Бог. Субтитры